Так, сегодня у нас с вами будет практическое занятие однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Как вы уже помните, что все уравнения, которые типы будем проходить, а их у нас будет несколько однородные, линейные, относительно х, относительно у, и они все будут сводиться к уравнениям с разделяющимися переменными. Так вот, самая главная задача разделить эти переменные. И как только вы их разделите, то есть переменные, которые только от них, зависит от dx и только от b, тогда вы можете импедрировать и находить решение дифференциального уравнения. Так вот, посмотрите, сейчас мы остановимся на однородных. Но однородные так просто, вы не разделите, потому что у них смешанный вариант. Однородные, посмотрите, как их легко отличать. Степень должна у многочленов одна и та же быть. Посмотрите, вот вторая степень, вторая степень, x, y, 1 плюс 1, 1 плюс 1, 2 тоже. Вот это однородные уравнения. Все однородные уравнения, я напомню, они сводятся к такому типу. Вы знаете, их можно свистеть. y равняется f, y, деленное на x. Вот к такому типу. О, y штрих. Ну, дифференциальное. То есть, если y на x обозначить за новую переменную, то вы можете решить разделить эти переменные. Так вы их не разделите, они в смешанном варианте у вас находятся. Итак, вот допустим, первое уравнение, чтобы найти решение, решить однородное уравнение. Для этого нам нужно, значит, преобразовать вот к такому виду и обозначить y на x за t. Можно и сразу это делать. Вот такой вид просто гораздо проще потом решать его будет. Вот, посмотрите, я таким образом сделаю левую и правую части. То есть, у меня x2 плюс y2, dx, равняется xy на dx. И теперь я все поделю, ну, или штрих выделю, я к такой части свожу. И получается у меня на dx поделю, получается, x2 плюс y2, dx, равняется x2, dx, 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 dx. То есть, это и что производное. Я вот сюда напишу вам, что x3 можно представить как dx, dx, dx. Вот так. А раз мы таким образом сделаем, у нас то, поделим мы все. Вот y2 я выделю отдельно. У меня получается y3 равняется, вот так вот, y, dx, равняется x2. Смотрите, у всех этих квадрат я разделю на x и y. Равняется. И посмотрите, я поделю, в принципе, можно здесь все поделить на x2. Для того, чтобы получить, еще раз повторяю, y на x. Вот эту вот величину, после того, как мы определили, что мы гальщины однородные в второй степени, чтобы ввести замену переменной. Поэтому делим с вами и числители, и заменатели, чтобы ничего не изменилось на x2. У нас получается единица плюс y2 разделить на x2. А у вас, понимаете, смотрите, что у нас будет на x2 делим. Вот y на x. Таким образом, мы в классическом ряде получили вот эту зависимость. А теперь делаем уже один, и подстаковку уходим. То есть, значит, смотрите, смотрите, что получилось. Вот так можно еще раз написать. y равняется единица плюс, подальше писать, y на x в квадрате. Значит, y на x. Для того, чтобы разделить переменные, мы вводим новую переменную. А вот именно y, деленная на x, обозначаем за t. В результате такой подстановки, как вы себе отметьте, это метод подстановки для решения однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Потому что нужно уметь тип определять уравнение, к какому типу относится, а потом метод подстанавливания. И вот после того, как вы определили, что уравнение однородное, вы начинаете его сварить, чтобы вот эту подстановку применять. y на полу, где отсюда. Это t на x, отсюда решаем. А теперь нам нужно y штрих найти. То есть, вместо y на x, вот t подставим у нас, и все тут будет. А y штрих найдем, смотрите, как произведение, производное произведение. Тут выглядит в виде произведения. То есть, у нас будет, смотрите, производное первое, т штрих уможет на x, то есть t уможет, но производное т, что это единица, на лицо я не писаю. Так, теперь у нас, смотрите, что получается. Мы через новую перемену все выражаем. У нас получается с вами, t штрих на x плюс t равняется единицей плюс t в квадрате разделить на t. Ну, здесь уже нужно, смотрите, для того, чтобы разделить перемены, можно t туда минус t, и вообще, так, по членам поделить, хорошо, смотри, t и t вот этим сократиться у нас. Вот сюда я спрешу. Минус t туда, да, по членам поделить. Понятно, это минус t плюс t минус t. Маги, т в квадрате разделить. Получается, а t, t штрих я распешу. И, как вы, смотрите, t, t поделить. И, как вы, смотрите, у меня нужно, чтобы в числителе t на своем месте ставить, а вот x в знаменателе. Значит, принесу его сюда. У меня получается x на t равняется x на t. А теперь у меня, смотрите, здесь лишнее, что получается, x, потому что оно от t не получается, а не зависит от d, t, а от t надо. А здесь лишнее t, потому что тут x стоит. То есть в одной части я только от t все должна получить, а в другой только x получить. И вот чтобы эту пропорцию легко, t, чтобы помочь на d, t разделить, равняется dx разделить на x. Почему? Это родной тоже. Но такое сочувствие записи позволяет разделить перемены. Видите, здесь только от x, а здесь только от x. Все. А теперь, раз мы разделили их, то можем интегрировать. Интегрируем и находим как раз-таки интеграл. Решение. Интеграл, t на d, t равняется, интеграл до x на x. Барите интегралы и производные. Итак, первообразное для t, это что у нас будет? Не знаю, t квадрат равняется. А здесь будет нормальный логарифм первообразный объявляться на x. Это будет натуральный логарифм, но здесь. И вот здесь появляется плюс. Вот эти логарифмы c написать, плюс c надо написать. Но если логарифм, то с этого мы свернем. И потом помните, нам нужно будет обязательно, нам же не t находить надо, а и нам нужно будет вернуться к первоначальной вот этой подстановочке. Значит, мы так напишем, кстати, логарифм x и вот тут c. Можно плюс c, а можно логарифм c давайте свернуть. Логарифм c. Так, у нас получается, мы выберем отсюда, t найдем, да? У нас будет смотрина решение t квадрата, что надо сделать, и у нас здесь я сломаю сумму, как логарифм произведения возьму. В плане логарифм c у нас на x, и t можно найти t. У нас будет равняться практически, ну, корень квадрат, да? В плане логарифм плюс-минус, если строка подойдет, то плюс-минус нужно. Полень квадратный, заману, логарифм c. Теперь вернемся к t. Вот здесь тут, ну, я не забываю, забываю, забываю. Только помижу, как на яйце. Возвращаемся к первоначальнике и ментам. А на половине я сразу сразу разговариваю. Громче скажу. Громче скажу. Громче скажу. Что, y дележдая на x? А, так. И получаем. y разделить на x, равняется, потом у нас в лёдке. Плюс-минус полем квадратный, два на логарифм c и x. Так, и и у найдем. И у нас равняется. Плюс-минус x, получается у нас на половине квадратный, вот на логарифм c и x. Вот у нас и и, смотрите, так как мы на что-то делили у нас, фактически мы с вами делили на x квадратный, да, мы делили, мы, в принципе, полагали, что x не равняется нулю. Ну, если у нас тут x не равняется нулю, то нам уже под логарифм получается x. То есть, вот мы пишем ответ в таком варианте, можно собственно, и все равно мы полагали, что x не равняется нулю в логарифм. Посмотрите, мы нашли иврик благодаря замене переменной, это для однородных уравнений. Смогли разделить их, потому что в таком варианте вы их не равняете. Вот, сразу посмотрите внимательно. Как сделать, убедиться, что это мы правильно нашли решение? Вот, чтобы убедиться в правильности решения, это нужно, посмотрите, ну вот, если бы мы прямо в исходное поставили, бы дифференциал найти, у нас иврик есть, посмотрите, вот иврик. Надо найти иврик, дифференциал и подставить в уравнение. Если получим вместо иврикое значение, вместо дифференциала, если мы получаем в то ради сна, то это проверка иврикое уравнение. То есть это проверка уравнения сделать. Понятно, да, у нас? Вот, посмотрите внимательно и спросите, на каком этапе, где, если есть вопросы, если штука непонятная есть. Есть что-то непонятное? И все непонятное, и все понятно. А можно, вольбок, да? Да. А можете, пожалуйста, писать вот на этой доске, просто вот той доске немножко не видеть? Что там? Можете писать вот на этой доске, просто вот той доске? Да, я понимаю, но у меня вся доска нужна. Садитесь сюда, или что там не видно, освечивает? Вот вы и садитесь сюда. Там разводы. Там разводы. Там разводы. Кто доску делал? Или с ней? А, там получается из-за... Казницы стали. Я думала, расходились к тому, что она невысокая. Ну, мы будем стараться, но я не хочу, у вас решение... Ничего не хорошее. Так, сейчас вам нужно решение какое у вас? Да. Я не хочу стараться. Ну, мы по-вижу, сядь его с собой, да, икс, 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 корень квадратная, 2-магарит, икс, икс. Там. Хорошо. Смотрите внимательно. На второй. Если по верху нет макросов, мы придем ко второму уравнению. Посмотрите, что у нас на втором получается. На втором мы сразу видим, там последний на икс. То есть, прям вот идет, прям вот сказка идет. И на икс. Прям можно задать обозначать и решать. Посмотрите, на втором уравнении даже мудрить ничего не надо. Оно в таком варианте у нас, посмотрите, и дано. Поэтому подстановку оставляем. Я здесь решение, я вот это убираю, все. А вы только у нас сразу решайте. Подстановка есть, подставляйте, решайте. И извините только с доской. И правильно решим, да. Озерка ваша. А это вам оборачивайте. Итак, второе уравнение. У меня стоит икштрим, тут уже прям классика. Смотрите, ик на икс. Как видите, только ик на икс, и везде больше других уравнений. Отлично, это одно родное уравнение. Вот тут, прям вот так оно сразу. Ну и вот эту подстановочку. Хочу прямо в рамочку взять, если бы эту подстановку. Вот она у вас идет. И выделить. Это метод, как раз, решения однородных деменциальных уравнений первого порядка. Итак, у нас получается с вами, посмотрите, икштрих. Мы заменяем. Икштрих. Икс плюс т. Правдаяется. Икштрих. 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 Получается мы заменим. Это будет т. А теперь нам нужно. Икштрих. Значит, все, что с т, переносим в правую часть. Возьмем т. Икс равняется. Т логаритм. Т минус т. В принципе, если даже т наносит полноса, то все это не зависит. Мы делим тогда т, что икштрих это будет dp на bx. То есть, я не знаю, что это не сравняется. А тут будет t. А здесь b. Икштрих. 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 У вас после разделения такое уже получилось, вот такое должно вкручиться. То есть мы должны получить, причем для t и dx всегда в числителе должны стоять. Мы интегрированием угла висим. То есть у вас должно только t быть на равне и только x. Ну а дальше у нас получается интеграл. Посмотрите внимательно. Получилось у вас такое? У вас адаптируется электрический лед? Да. Электрический лед, да? Можем дежурную минуту? Ну можно, да. У нас на фасаде что-то. Сидеть, сидеть и собрать. Огрег Island. Огрегировать. Продолжение следует...